Поэтому, может быть, и мы будем гореть в этом аду, потому что, на что, значит, руководитель Центра дала мне конверт и сказала, я понял, что ценники стали очень четкие. Вот тут вот Раджабова лажала. Вот сейчас мы возвращаемся к тому моменту, вот здесь очень грамотно, теперь уже можно вставить, вспомнить, когда Мария Шайкиевич сказала, гореть нам всем в аду за эту программу. То есть, по большому счету, я в первом сезоне сделал Воротникову, кто-то еще в каком-то сезоне кого-то сделал, кто-то еще кого-то сделал. И они стали победителями, они стали востребованными, они стали ломить ценники, и к ним стали идти люди, которые несут деньги. Но я уверен, что, я уже говорил об этом, что ни один человек на этих приемах не получает того волшебства, той магии и той экстрасенсорики, которую они видят на экране. Отсюда идет разочарование, что, блин, они же там на экране такое делают, а мне там пургу какую-то гонят. Вот. И поэтому, может быть, и мы будем гореть в этом аду, потому что мы вообще создатели битвы экстрасенсов, и редактора, и те, кто вообще за это ответственен. Мы вырастили монстра. Мы реально вырастили монстра, который ничего не умеет, который, по сути своей, чаще всего безграмотный, который не может связать трех слов, который не всегда закончил 10 классов, который в каких-то там городках за 200 рублей гадал в парикмахерской. Мы вырастили монстра под названием экстрасенс-победитель программы «Битва экстрасенсов». Почему мы... это монстр? Он не психолог. У него нет психологического по большому счету образования. Он с придуманной историей. То есть, человек садился напротив меня и рассказывал историю своей жизни. И из этого, как я уже приводил пример, вот сидит человек напротив меня и говорит, я спрашиваю, ну как вы стали экстрасенсом, какая ваша история? Он говорит, ну вот я шел, у меня заболел живот, я упал, а когда я очнулся, я понял, что что-то я там слышу, вижу. А я тут пишу, так, была ночь, дождь, слякоть, я за рулем, и тут вдруг шварк-варк, короче, авария. Я очнулся, выжил в аварии, была клиническая смерть, а при клинической смерти, как известно, клетки мозга отмирают, а когда человек возвращает к жизни, он, значит, уже начинает как-то по-другому действовать. Вот, я стал экстрасенсом. Поэтому, по большому счету, если мы почитаем историю многих экстрасенсов, то у всех, включая Воротникова, две или три клинической смерти. У всех в восьмом поколении колдуны, бабки, прабабки и все прочее, прочее, прочее. Но давайте посмотрим, проводим глаза. Ни одного, в общем, в принципе, ни одного экстрасенса, к которому сейчас идет вся страна, народ до этого никогда не знал. Вы найдите об этом человеке информацию в интернете. Ее нет. Она написана с чистого листа. То есть, я вчера продавала сыр на рынке, а сегодня я пишу книгу мертвых. Вот, человек с чистого листа прописывает историю и все прочее. Поэтому я еще раз хочу повторить, что вот эти слова, гореть нам всем в аду за эту программу, они были некие, некоторые такие пророческие и все прочее. Потому что мы вырастили монстра. Мы вырастили экстрасенса. Мы мало того, что вырастили монстра, мы дальше, уже без моего участия, потому что я работал всего лишь в трех битвах, дальше эти монстрята стали плодиться и размножаться, как горячие пирожки. То есть, если мы вырастили одного монстра, был идол Воротникова, а потом вдруг эти монстры размножились, которые прекрасно проходят испытания, которые замечательно проходят все-все виды проверок. Они знают, кто куда пошел, кто чего одел, кто что ел и так далее, и так далее, и так далее. То есть, о чем это говорит? О том, что я в своем сливе... То есть, то, что тогда происходило, это просто детский сад по сравнению с то, что происходит сейчас. И я хочу дальше сказать, что после того, когда Воротникова стала победителем, конечно же, был банкет очень большой, на который были приглашены все мои редактора и так далее, и так далее. Было празднование. И я даже могу озвучить сумму. Мы никогда не договаривались с руководителем центра о какой-либо сумме, которой бы меня отблагодарили. Просто меня пригласили в ресторан, и мы говорили о жизни и так далее, и так далее. Но так как я уже не первый год живу, то я сказал о том, что столько работали, столько работали, полгода безвылазно, вот куда бы-нибудь в отпуск съездить бы, хорошо бы. Не вру, так и было. Ну, в смысле, я это сказал. Вот, на что, значит, руководитель центра дала мне конверт и сказала, вот здесь вот на отпуск хватит. Вот, поэтому вот сейчас я не хочу, чтобы это прозвучало как нечто жуткое, страшное, и, но тем не менее, то есть экстрасенсы получают информацию. Просто ценники другие. Просто ценники другие, потому что в дальнейшем, в дальнейшем, даже когда я ушел из битвы экстрасенсов, я три сезона отработал, на четвертый уже не приглашали. Вот, а в дальнейшем, когда все равно связь была с работниками битвы экстрасенсов, вот, в дальнейшем, работая уже в центре волшебная сила после битвы экстрасенсов, конечно же, всегда был интерес, чтобы какого-то человека из центра волшебной силы продвинуть в эту битву. Ну, никак не получалось найти вот эти вот точки соприкосновения с кем-то, чтобы продвинуть, ну, я хочу сказать, просто персонажи были неинтересные. Они были такие вялые, не особо интересные и все прочее. Поэтому они как бы не продвигались туда в битву экстрасенсов, никак вот не могли с того момента как-то особо засунуть. Но и, грубо говоря, там, начиная, я уж не знаю, с какого сезона, я понял, почему я понял, потому что я это услышал, я понял, что ценники стали очень четкие, очень четкие ценники стали. Например, если, грубо говоря, при мне кто-то там, я просто знаю, сейчас скажу, в третьем сезоне одна из редакторов уехала на новенькой машине. За кого? За кого она уехала? А, я могу об этом сказать. Значит, в третьем сезоне появилась такая казашка Сулу Искандер, если я теперь правильно помню. И ее вела, вот ее, вот я, ну, как бы свое поведение, я знаю, когда ты сливаешь информацию, когда ты как-то помогаешь, вот. Ее поведение было понятно. Она очень четко вела экстрасенсов. То есть, она его обхаживала и так далее, и так далее. Вот я знаю, что она уехала на новенькой машине с третьего сезона, она больше не появлялась. То есть, она появилась на третьем сезоне, и на четвертом она больше не появилась. Вот. Ну, то есть, как бы человек то ли выполнил свою задачу, то ли что. Но при этом Сулу, она не была ни победителем, хотя она как бы и шла и, с одной стороны, хорошо, и все прочее, но она была очень сложный человек. Там делали какие-то пересъемки, если она плохо делала. Вот. То есть, если она плохо проходила испытания, делали какие-то даже пересъемочки такие. Вот. Она была на своей волне, она могла не приехать на испытания. Вот. Это... Я через это проходил. А откуда она это сказала? Из какого центра? Она не из центра. Я знаю, что она из Казахстана. Вот. И... Но как она появилась, она даже не была на каких-то первых испытаниях. Вот. Если посмотреть хронологию по испытаниям, она не была в первых испытаниях. Ну, в пару, видимо, точно нет. Вот. Она вот как-то уже появилась, вот как на Мистер Икс, вот, видимо, вот уже на третьем испытании. А вот эти люди, Раджабова, Мехди, второй, третий сезон, откуда они? Кто они? Кто их ввел? Не ты их привел? Нет, нет. Я тоже их не приводил. И так получилось, что и кастинг я с ними не проводил. Но я с ними работал, как и со всеми остальными. Но я хочу очень также четко сказать, что Раджабова, конечно, была очень сложной человек на съемках. И, видимо, ее кто-то очень четко вел, потому что Раджабова всегда, в принципе, знала, какие будут испытания и как это будет все выглядеть. Вот какую-то историю она практически всегда знала. Она неправильно пользовалась информацией. Она вот, если, ну, грубо говоря, вот я, например, знаю, что Мистер Икс Пугачева, да, я, чтобы правильно воспользоваться информацией, что там Пугачева сидит, да, я бы сказал, так, вижу там, не знаю, огненные волосы или огонь, вот так вот, наверное, может быть огненные волосы, может быть еще. Ну, то есть, теперь уже через 10 лет работы с экстрасенсом меня нужно то же самое выпускать. Я обязательно попаду, если я буду говорить в течение 15 минут, я во что-нибудь попаду. Я... Было очень четко понятно, что Раджабову кто-то из редакторов вел, потому что она всегда владела информацией, но она очень плохо ей пользовалась. То есть, она не завуалированно ее рассказывала, ну, как вот экстрасенс, да, он же не во все попадает. У нас на экране. А она всегда вот прямо очень четко во все попадала. Вот. Но, и это было еще вот из чего понятно. Если испытание снималось, когда это была история человека, нужно было все рассказать про человека и все прочее, то есть Раджабова здесь была на высоте. То есть, она могла четко рассказать историю соседей, там, героя и собачки-жучки еще в придачу. Вот. А вот когда история была, касалась поиска или той ситуации, когда я бы, ну, например, я бы вел Раджабову, да, и когда я бы не мог подсказать, где этот предмет, вещь или человек находится четко. Вот тут вот Раджабова лажала. Те люди, которые увлечены битвой экстрасенсов и немножечко работает мозг, они умеют это вычленять. Когда вот человек проходит, проходит испытание, и все у них замечательно и хорошо. И вдруг вот, ну, казалось бы, да, на пляже зарыли шкатулку с драгоценностями, и вот ее надо найти. Но только вчера-то этот проходил замечательное испытание. А сегодня Раджабова бегает по пляжу, роет весь песок, где ни попадя, кричит на всех и ругается матом. То есть, она не владеет информацией, где зарыто. Ну, как можно рассказать, где зарыто? Ну, правда же? И так далее. И очень хорошо видно на экране, когда тебе сливают информацию, а когда не сливают. То ты прям получаешь белый конверт там и все прочее. Вот, ты на высоте, а то ты не можешь двуслов сказать. Понятно, а кого ты еще ввел из экстрасенсов, вот ты лично? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok